Субтитры создавал DimaTorzok Владимир Андреевич, 24 года рождения, 9 мая, мне на день победы день рождения. Владимир Андреевич, а в каком году Вы попали на фронт? Владимир Андреевич, я работал в городе Грозном, на заводе Красный Молот, Токарем, только окончил учебу, вон стоит Гарматова, окончил школу с отличием, и началась война, в 42 году. Меня захватила война, когда я окончил училище на Токаре, мне тогда трудовые резервы направили в город Тулу, как специалиста, 4 класс, это большой класс специалисты Токарное дело. Я там проработал, не помню, месяца 2 или 3, и началась бомбежка. Я там все бросил оттуда, короче говоря, сбежал, домой сюда приехал, к родным сбежал, и опять в Грозный устроился Токарем. Там были выездные канатопские авиационные мастерские по ремонту самолетов. Я шлифовал, в Толиндре там делал работу, и потом смотрю, моего товарища забрали, военкомат вызываете, добровольцем. Я был в то время комсомолец. Тогда я, раз товарища берете, тогда я пошел, добровольно военкомат заявил, и меня мобилизовали на фронт. Сразу, значит, меня забрали на фронт, и пешком по военно-грузинской дороге, знаете, повели меня в город Кутрис. А там был расформировочный полк. Там определили, куда, куда, куда. Я сразу попал в артиллерийский разведчик, в разведку попал, в взвод управления разведки. Там я и месяца не побыл, ну, расформировали нас, и обратно пешком по военно-осетинской дороге рядом пришел. И вступил в бои. Дигара, Сур-Дигара. И на каком это фронте? Это 351-я дивизия, ну, 9-я армия. 351-я называется горно-стрелковая дивизия. А фронт какой был? Фронт? Западный, центральный какой? Нет, она называлась просто, называлась 351-я, Шепетовская. А какие города там, вы помните, вы защищали там? Все помню, я сейчас, я не помню даже. 351-я, а потом она переименовалась там Шепетовская, как раз назнаменована там, она во время войны менялась. Но здесь я вступил, она называлась 351-я дивизия, горно-стрелковая дивизия. И меня там взвод управления назначили разведчиком. Начал я, в первые бои попал я, Дигара, Сур-Дигара, Пет-Арженекидзим. А Арженекидзим был дальше туда, Владикавказ. Вот здесь в первые бои я вступил, тогда сильный разговор шел. Бои под Малгабеком называли, бои под Малгабеком. Под Малгабеком я впервые вступил в бои, мне не было еще, и, наверное, 17 лет не было. Оставались, взяли, я пошел. Ну, пошел, значит, здесь я сразу, Владикавказ освободили в боях. Шел, по над горами я шел, над хребтом к детским, дивизия, горно-стрелковая дивизия. Пошел, значит, здесь, в Владикавказ мы освободились боями. Пошел дальше, дальше, значит, здесь нам было задание немца, значит, сильно его не пугать, не стрелять, пустить, чтобы он бежал до моря. На море подготовили корабли, они все бежали на корабли и хотели плыть дальше. А когда мы их не тревожили, бежали, мы их преследовали, преследовали, ну, конечно, с боями. Освобождали, значит, здесь, люди говорят, Кисловодск, Пятигорск, Минеральные Воды, с чего я освобождал. Дошел я, уперся в Азовское море, в Новороссийск. Город Новороссийск мы освободили. Потом оттуда по берегу нас поедем, по берегу в Азовское море и вышли на Ростов. Ростов в боях освободили. Потом пошел Харьков, Харьков с боями тоже прошел, освободили. Это я много сокращаю, но большие города. И потом нас после Харькова направили в Киев. Киев пришлось форсировать, Дунай зимой. Только мы зашли на мост, на льдины, как налетел, начал бомбить самолет, все разбили, мы за льдину хватили, все переплыли на ту сторону из боя. Выгнали его и бурнали дальше. С Киева попало сразу в Словакию за рубеж. Словакию освободили, потом пошли на Чехословакию. Чехословакию освободил. Чехословакию освободили, я два раза ранен. Я был ранен здесь, под Краснодаром, ранен. Но по любому господи, полирал вместе, опять в свою часть. Чехословакию освободили и потом пошли на Румынию. Румынию освободил, Венгру освободил и попал в Германию. И в Германию я долго шел, но освобождал их на территории. Меня как раз конец войны захватило. В Германии есть там, называется Австрия. Такая, как республика, что ли у них. Австрийцы, австрийцы, это самая высшая раса была немецкая. Австрийцы. Вот в этой, в Австрии, и меня война, конец, захватила. Это много лет, конечно, я говорю. Когда насиасты захватили, ну и началась салитовать победа. Берлин взяли. Все, значит, война окончилась. И нас, такие, как я, почему-то смотрю, отбирают. Ну, куда отбирают? Оказывается, коммунистов. Отбирают коммунистов. Ну, и молодежь подбирали. И после окончания Великой Отечественной войны, 45-го года, вышел указ правительства, лица, имеющие ранения, и достигшие 60-летнего возраста, подлежать демобилизации. Я подлежал, у меня в книжке написано, я подлежал, как, значит, демобилизоваться домой, как имеющие два ранения, но меня не отпустили. Я потом узнал, почему оказывается нас собрали всех коммунистов, ребят, дорог, собрали, и нас повезли пешком, ехали в Закарпатскую Украину по борьбе с Бендерой. Стрей, Сколе, Драгобыщ я освобождал. Вот после, когда уже война отечественная закончилась, после войны я 6 месяцев воевал в Карпату с Бендерами. Разбили мы эту банду, Бендеру убили. Ещё там второй был большой у них партизан УПА. Владимир Андреевич, извините, что перебиваю. А вот тут у нас вопросы. Вот могли бы сказать, мы знаем, что советские солдаты на фронте проявляли массовый героизм. Что для фронтовиков было источником мужества? Вот в Великой Отечественной для вас, вот для советской армии, источником мужества. Ну, может быть, всё вперёд, вперёд, вперёд. Ну вот, я вам скажу один эпизод, если хотите. Да, расскажи. Значит, есть в Киеве там Белая Церковь, называется, город большой. Там сильные бои были. Там несколько раз этот город из руки в руки приходил. Мы заберём у нас это. И я попал в окружение. Немец танками окружил, нашу дивизию окружил. И начал уничтожать. Я своими глазами видел, лежит раненый, который. Он подходит, поверяя документы репции. Ковзаводец, коммунист, убивает. Убивает. Дострелили, раненых дострелили. Уже их не оставляли. Ну, у нас рация была, мы связывались со своим... Держитесь, крепитесь, сейчас подкреплением шлём, разорвём эту цепь немецкую. А вы стойко обороняете, призывали. За Родину, за Сталина, всё такое. Ну, кто-то за нами наблюдал там, наше руководство. Я несколько танков поджёг, протитанкеров несколько раз. Волазь, я их бил. Мне за это там наградили Орген Слава. Высшая солдатская награда. Вот я героизм проявил, не сдался. А их танк поджёг, и, ладно, я их расстреливал. Расстреливал. Вот это эпизод такой. А, Владимир Андреевич, вы тут затронули награды. Расскажите о своих орденах. Какие у вас ордена, награды взяли там? Ну, у меня всего их 22 штуки. Я в прошлом году приехал из города Грозного, из МВД, и попросили, Владимир Андреевич, я пенсионер МВД являюсь, вы наш пенсионер, мы хотим сделать музей при Министерстве, комнатный музей, специально разведчик-отарщик. Пожалуйста, какие-то награды дать. Я отдал 6 наград. Я один жалею, из-за него у меня был самый первый знак «Отличный разведчик фронтовой». Вот там у меня он в музее лежит. Ну, и 6 медалей я отдал. Это все уже гражданские, милицейские. Здесь уже я провел. И еще милицейская осталась из-за отличную службу. А медали сколько у вас осталось? Медали, вот сейчас я перечислю. Вот, смотри, сейчас. Это все юбилейные медали. Вот, боевые. Вот, Одинслава, Затваху, Заборона Кавказа, Сталинская, Жукова. Вот. Ну, это вот самые большие. Это вот мне орден вручили. Он себе посмотрел описание о нем. Запиши. А вот это большая, большая стоит. Юбилейный, вот это, да? Да. Юбилейный гражданским орденом Серебряная звезда. Общественное признание. Это признание с Москвы. Я не знал. А, Владимир Андреевич, а вот как воспринималось в начале войны то, что Красной Армии пришлось отступать вами, советскими солдатами? Ну, как, отступать, эта платика большая. И я отступал. Рассказать? Расскажите. Вот, когда меня с Грозу взяли, есть под прохладном столице прохладно есть. Там под городом прохладном есть столица солдатская называется. Там стоял кавалерический полк. Меня сразу этот полк призвали туда, и тоже разведчиком, но на лошади, там в кавалерии попал, на лошади. Два раз мы выехали на учение, там речка небольшая вброк перейти, на лошади, все, и рубить лозы, учебные занятия такие. На третий раз мы собрались выехать, солнечный день, помню, сейчас было тепло, как налетели Юнкерс 88, немецкие бомбардировки тяжелые, как начали бомбить, не было солнца видно, соболеты так загрожены были. Разбили нашу всю часть, весь полк, казар нас еще поразбили, и мы оттуда бежали, 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 до Моздока добежали, а там стоял даже отряд, нас всех задержали, ну как трусов, бояльцев, пацаны мы были, куда, назад, задержали, ну как, задержали, и нас повели по направлению, откуда я начал воевать, под Малабеком, и оттуда в бои вступил. Отступали, очень паника была большая, бежали все напуганные, у немцев, он превышал техники, у них пешком не шли, как мы, у них на мотоциклах, на машинах, на танках, а мы пешком, но все равно были уверены, что мы победим, как нас Сталин настаивал, враг будет разбить, дело будет за нами, мы уверенно шли, а потом же, когда партию приняли, я был комсомольцем, и когда я орден славу получил, мне отзывали в штаб армии, и говорят, Владимир Андреевич, мы решили у вас высшие солдатские награды, мы решили вас принять в партию, вы комсомолец, вот считайте уже, вы коммунист, 5-6 генерала сидели, меня принимали, я доклад, на партию комиссию прыгнул, и, блядь, я за какой-то привел, все, выдали мне партию, билет, и обратно ночью отвезли на передний край, а потом уже 2-3 ночи пришло, комбат по окопах собирает, там потихоньку даже, товарищи коммунисты ко мне, так показывает кинобой, товарищи коммунисты, мы вот это село три раз берется из руки в руку, не могут ее отбить немцы, мы только коммунистам даем задание, ни шагу надать, или умереть, не взять, взяли мы это село, немца прогнали, и вот я пошел туда, до Белой Церкви, там опять оборона была немецкая, коммунистам давали такие большие задания, только ни шагу надаться, ходил в разведку я, за языком ходил, тоже, в разведку сразу не говорят, как сказали, и сразу, нет, мы неделю готовимся, у нас стереотруба была, сильно приулечивала, изначально месяц, когда солдат немецкий, когда меняется, когда у меня пересмена, когда его кушают, все изучили, и выбрали темную ночь, и пошли, и пошли, одного солдата оглушили, забрали с собой, другим путем вышли, и привели язык, тоже за туману медаль дали. Владимир Андреевич, что вы знали осенью 1941 года о положении под Москвой? Ну, в те годы я о положении не могу сказать, я очень молодой был, со школьной скамьи, я об этом, я думал только работать, работать хотел, я все время хотел работать на заводах, еще в школу ходил, читал, кинжалки, что как в Америке, фермы, заводы, рабочие, и я там уже зародился, я все-таки добился, на заводу, токарем выучился, я в это время о Москве ничего не знал, конечно. А можете вы рассказать о своих командирах? У нас командир всегда был один, за всю войну, меня одно сменили, командир взвода разведки назывался, Довичук, Федор Восте забыл уже, он был уже, окончил училище военное, и к нам был прислан, командиром, и мы с ним до самой Германии дошли с командиром. А как вы сказали его фамилия? Довичук. Давидчук, украинец. Давидчук, Федор забыл, флегончик столь забыл. На фронте были люди разных национальностей, как многонациональность складывалась на боевом духе армии? Да, на фронте было очень много разных национальностей, я вам скажу, мы все настолько сплочились, и я думаю, мы идем на смерть, все мы одинаковые были, со мной чеченцы были. Сейчас я забыл его фамилию, сейчас забыл, с которым я с Грозного пошел, помню, из-за чеченец. И прошло что-то там около года, и приказ Сталина был всех чеченцев с фронта снять, сняли от нас, и до конца чеченцам я не заслужил. Их по указу Сталина в Казахстан отправили. Дружность, очень дружно, и армияне, и евреи, ну все, чеченцы, все дружны, ну, род, мы считали все, родные братья, идем, за дно дело идем, идем защитить нашу Родину. И так прогнать, он сюда не пришел больше. Вот так мы и сделали. У меня где-то там есть фотография в разведческой форме сфотографированной. Не надо показать. Понятно. А вот на войне повлияло ли участие в войне на ваше отношение к религии? Если да, то каким образом? В трудное время вы больше думали о Боге, или как у вас я вам скажу, никто нас не принуждал, но молиться никто не молился, среди всех, как. Я в детстве ходил в церковь детственного воли, молился, а там некогда молиться. Там всегда о Боге всегда когда ранить трудно приходится. Вот тогда само слово приходило, слово Господи, помоги. А так никого молебия никогда не делали, ничего. Вот где в трудный момент тогда Господа вспоминали. На фронте часто складывалось тяжелое положение. Как удавалось не падать духом поддерживать воинскую дисциплину? У нас были политруки, командиры, они все у нас дух поддерживали, все они следили нас, товарищи, бойцы, не падайте духом, мы все равно победим, с нами товарищ Сталин, победим все равно. Давайте, смелее. И, значит, перед каждым боем нам давали по 200 грамм крепленного вина или 100 грамм спирта давали, зимой, конечно. Подвыпили и по литру кричит «За мной, коммунисты, вперед!» Слово было «За мной!» И вот пошел Лассов. Я даже там немножко обиделся, когда говорят «Коммунисты, со мной!» На самой трудной участке, а мой товарищ никому не остается, думаю, что я хуже его, что ли? Я вперед на смерть? «Коммунисты, миллион — вода, тё, тё! «Коммунисты, «Коммунисты, месерная месерная